Для начала, наверное, стоило бы определить, когда мы говорим о неолиберальных сторонниках, жестких рыночных реформах и так далее, хотя бы в двух словах, что мы имеем в виду, потому что неолиберализм – это вообще термин в значительной степени публицистический. Если кратко, скажем, кого я понимаю, сторонниками неолиберальных реформ в Беларуси, то тут можно сказать, что есть у этой теории, скажем, некая философская составляющая, вот это, о чем говорили, Фукуяма, человек как рыночный агент, который каждый шаг делает как бизнесмены, каждый чей хаг является либо артом купли-продажи, либо бизнес-решением, за которое он сам отвечает. Вот что-то нарешал, если это не получилось, то как бы нарешал. Но нас интересует не столько этот аспект, сколько аспект экономический. И когда мы говорим о экономическом неолиберализме в Беларуси, то тут, я думаю, мы можем более-менее нормально взять положение пресловутого Вашингтонского консенсуса. То есть в 89-м, насколько я помню, году администрация США, Всемирный банк и Международный валютный фонд сформировали небольшой и достаточно список требований для тех стран и правительств, которые приползли к ним за кредитами. Вот ты хочешь кредит, там есть требования структурных реформ. То есть это сейчас развивается, дополняется, меняется, но если так вот вообще, что называется, пусть из викифедии, то что предполагается? Предполагается жесткая финансовая дисциплина и дефицитный бюджет при снижении налогов. Что в большинстве случаев, налогов для бизнеса, что в большинстве случаев означает необходимость дальше резать социалку, резать госрасходы и так далее. Потому что налогов становится мало, их не хватает. Это снятие барьеров на прямые иностранные инвестиции. То есть доступ иностранного капитала, он должен иметь возможность вкладывать деньги, и, соответственно, он должен иметь возможность выводить деньги. То есть получать прибыль и забирать ее сибири. Также это либерализация внешней торговли, то есть снижение импостных пошлин, отказ от защиты производителя отечественного в пользу свободной конкуренции. Вот как пройдут иностранные товары, иностранные капиталисты, и конкуренция выиграет кто лучше. Ну, как бы приватизация, конечно, чуть не забываем. Ну, если у вас осталось что-то государственное, то мы идем к вам, как бы его надо приватизировать, государственное не эффективно. То есть вот этот небольшой набор парадигм, он, в принципе, является такой рамочной руководящей стратегией. Вот если мы хотим кредит, то нас просят это. А если мы вообще что-нибудь хотим, то нам предлагают вот это, вот это и вот это. И, как бы, теперь, если мы зададимся вопросом, а кто же это пропагандирует в Беларуси, то ответ будет достаточно парадоксальный. Да, все пропагандируют. То есть если мы возьмем людей, которые занимаются системной пропагандой, ну, продвижением каких-то взглядов на экономические реформы, то вот эта мысль, она как бы доминирует в информационном пространстве абсолютно и полностью. То есть, возможно, в кулуарах, в министерстве есть какие-то другие мнения. Возможно, они есть на таких конференциях, вот там Петр, можно сказать, кому-нибудь влияемый. Но, вот если посчитать, прикинуть, публичная фигура, такая достаточно, как бы, ну, весомая, имеющая некие вещества в обществе, в аппарате где-нибудь, и ее выступления в средствах массовой информации достаточно широких. Если мы не говорим о своих маргинальных сайтах, а говорим о больших СМИ, то я вот могу вспомнить два случая, когда какой-то чиновник оппонировал вот этим вот идеям Вашингтонского консенсуса. Год назад Леонид Алфимов, нынешний комитет госконтроля, а тогдашний уже, да, председатель комитета госконтроля, вот, он довольно развернутую статью написал в Беларуси сегодня, и в 16-м году, три года назад, Сергей Ткачев, бывший помощник президента, советник президента по экономическим вопросам, не знаю, какой у него сейчас статус, он такую большую написал статью, я не вспомню название, довольно длинное, она как бы про... ну, в общем, он тоже оппонировал этому Вашингтонскому консенсусу, причем в обоих случаях оппонирование оно было такое довольно робкое. То есть, Алфимов, он упирал на то, что вот есть позитивный советский опыт, есть негативный опыт реформы 90-х. А Ткачев, он как-то так зашел со стороны концепции государственной безопасности Республики Беларусь и пытался так мягко доказать, что эти эксперименты доведут нас до судьбинзера. Вот, это вот два крупных случая, как бы выступления крупного какого-то человека, который не предлагает всего высшительственного. Тут возникает вопрос, может возникнуть, если все... А, да, еще оговорюсь, в этом плане очень, наверное, историческое событие обе книги Кирилла Рудова, нынешнего нашего посла в Китае и тоже высшего советника президента по киномическим вопросам. А что в них как бы самого знакового? В том, что их написал не только Кирилл Рудовый, он же как бы зонтичный бренд, вдохновитель, автор части текста. Вторая часть текста – это как бы фабрики мысли, фабрики думки, которые, в общем, на самом деле всегда были оппонентами. То есть они на разных полюсах стояли, чиновник из администрации президента и фабрики думки, которые там финансируются, навыроши кого-то там. Теперь трогательный консенсус мы видим, как бы они единомышленники вроде как. И тут, собственно, возникает вопрос, а если лучше мы, специалисты, безусловно, нашли консенсус, так может вот как бы в этом и есть правда? То есть чего мы тогда тут вообще вот раскрываем это? К чему это все? И тут вот самое интересное, тут мы перекликаемся с заявленной в конференциях темой. В чем уникальность Беларуси как восточноевропейской страны? Наверное, уникальность Беларуси, ну, это один из факторов уникальности Беларуси как восточноевропейской страны в том, что Беларусь не соблазнилась на эти самые нелиберальные реформы по воршингтонскому консенсусу тогда, когда они были на пике формы, когда эта идеология была на пике формы. То есть можно там говорить, что Беларуси не соблазнился, может быть, что народ не соблазнился, но во всех странах как бы эти реформы идут. Берем там 90-е, начало нулевых годов. Более того, вот это продвижение, скажем, идеи в Беларуси, оно осуществляется через, еще тогда достаточно часто, независимую поясу. И основной прием это, вы посмотрите, как в Латвии. Вот они расправились с этим советским наследием безжалостно и жестоко. И невидимая в капотах хватило. И там марася дибы, там какие-то кафешки, там еще что-то, какие-то вот нутки с кредитами, там, недвижимостью, еще чем. То есть та льда, когда, ну, все, набухали эти бутоны экономических чудес, и там экономические тигры-щеринцы, и там была Албания экономический тигр, там, Балтанский, как бы, Латвия, там, Балтийский экономический тигр. И тогда вот в Беларуси, как бы, она как-то смотрела на это так со стороны, думала, что нет, тут у нас вот опыт 90-х, тут еще что-то. А теперь ситуация, как бы, принципиально изменилась в плане продвижения этих идей, потому что исчезли во всей Восточной Европе фактически позитивные примеры. Ну, скажем, если раньше можно было восторженность посмотреть на Латвию, то после 2008 года, ну, как минимум, восторженно не получается. Она, конечно, не умерла и не исчезла, но вот кризис сильно ударил, там, обвал, массовая эмиграция, еще чего-то в таком роде. И тут, как бы, когда вот эта, скажем, не либеральная идеология в Восточной Европе, она показала не только свои позитивные стороны, но и массу негативные, а когда вдобавок, как бы, на уровне мировом интеллектуальном появилась тоже масса вопросов. Ну, грубо говоря, там, в 90-е, конечно, Харько и Фридман сошли со сцены, но, в общем и целом, считала, что эмиграция – это хорошо, это прекрасно и всякое такое. То есть сейчас есть Пикетти, там, Кругман, Стиглес и мировые все эти сцентивы, которые говорят, ну, ребята, что-то перегнули палку по поводу этого вашего вашингтонского консенсуса и ненатерализма. Оно так не работает, оно вылечет расслоение, оно там еще что-то. И вот в этот момент в Беларуси сформировался некий эмиграция, ну, давайте мы тоже так попробуем. Что, в общем-то, странно во всех отношениях. Если я вернусь, наверное, более к теме, как эти идеи продвигались в Беларусь, то тут тоже получается довольно интересно. Я, наверное, в наименьшей… и как они продвигаются? Я, наверное, в наименьшей степени буду упоминать про вот эти все фабрики мысли, которые как бы создаются для того, чтобы продвигать определенную идеологию. Они от Беларусского государства не зависят, как бы там даже идеи не жить, ну, они как бы работают. Очевидно, что есть какие-то успехи, они растут в количестве, на их идеи продвигаются. Мне кажется, вот… То есть тут понятно, как бы есть заказ, есть решение вопроса, ну, непонятно, зачем они существуют. А интереснее, когда они приходят за другой стороны, как, опять-таки, говорил Телк. То есть вот Казахстан как лоббист внезапно неолиберальных вот этих вот всех штук. То есть почему? Есть вот этот банк, евразийский банк развития, который нормально АКМВФ требует от Беларуси под каждый кредит измененной структуры собственности, там, налоговой политики и еще чего-то там. При том, что консенсус, он ведь в Вашингтонске неспроста, просто там, как бы, есть, что называется, американское правительство, есть глобальные корпорации, которые хотят, чтобы для их капитала открыли рынок. Они хотят, чтобы для их товаров открыли рынок, а когда этого хочет евразийский банк или Казахстан, то он же даже, как бы, не хочет, чтобы для казахского или российского. Он хочет, по сути, открыть для всех, что будет означать со значительной долей вероятности открытие именно для международного капитала. То есть какая в этом логика, мне сказать в слову, что… Возможно, речь идет о, так сказать, синдектринировании элит, просто, как бы, это начинает восприниматься… Поскольку никто не опамирует, кроме Ткачева или этого самого, или Алфимова, это начинает восприниматься как, действительно, передовая идеология. И всякие, такие, как бы, мелкие нюансы, они остаются за кадром, и, причем, молодой образованный человек из хорошей семьи, отущихся за год, он приезжает делать на евразийский банк и делает, как учили. Может быть, дело в этом. Что по этому поводу можно еще сказать? Наверное, не удержусь от упоминания такого момента. Если вот кто сильно интересуется эрозией европейской модели, так это назовем, и как вот сейчас, собственно, когда схлопнулись все позитивные примеры, когда мировые умы, как бы, задают вопросы, как сейчас в Беларуси продвигается эта идеология. Ну, как бы, она продвигается умно, обозначенная причина, но есть, и хорошую изюмность. Я бы обратил внимание на IT-сектор Беларуси, как, именно, как идеологический фактор продвижения. То есть мы сейчас, как бы, вот независимая пресса, которая уже перестала быть часто, как в 90-е, по всем параметрам доминил, это в интернете. То есть там настоящий культ личности. Вот Прокопейня, Прокопейня, то сказал Прокопейня, все сказал, Прокопейня это сказал. Если Прокопейню ловят на том, что он подал, платил журналистам за то, чтобы они снимали материалы про его судимость, то, как бы, это, ну так, прошло, скандал и прошло. И дальше, как бы, у нас снова Прокопейня. Дмитрий, расскажи, кто такой Прокопейня? Это один из ведущих IT-бизнесменов Беларуси. Ну, на самом деле... Отсидевший за гримплату налог, собственно. Так, вот сбили меня. А сейчас, да, я уже заканчиваю. По сути, IT сейчас выступает даже как спикер, фактически как активные пропагандисты. Вот, 2016 год, ноября, статья Гюрия Зиссера, это как бы глава портала Тутбай, крупнейшего русского портала, довольно знаковая статья. Инновационная Беларусь. Мысли вслух. Где, в принципе, он рисует некое будущее. Образ будущего для Беларуси, как бы, значительная, вот, такая содержательная часть. Не надо бояться доиндустриализации. Что, да, вот, я, может быть, немножко как-то это пересказываю так. Вроде как есть некий страх про то, что если мы начнем реформы, заводы закроются, все там, в общем, будет как ладно. Вот. Этого не надо бояться, потому что у вас есть мы, у вас есть IT. То есть, белорусская IT, которая, там, обеспечена такими налоговыми льготами, это люди, которые зарабатывают очень большие деньги и платят очень большие зарплаты. И поэтому, в принципе, это может быть локомотивом экономики. То есть, а что касается людей, которые не вписали в систему белорусского IT, предлагается Юрием Зисером система, когда вот есть локомотив экономики, который, как бы, зарабатывает, и есть, как бы, все остальные, это сфера мелких услуг. То есть, как ему там выражается, цитату не записал, что IT-шнику надо ходить в ресторан, ему там нужна сиделка для бабушки, ему нужно еще что-то, и вот так вот мы как бы будем жить. Это может звучать странно, но когда это постоянно говорят действительно успешные люди, которые, ну пусть сказать, а мы понимаем в рынке, а мы же вот у нас, как бы, мы конкурируем с западными производителями, мы выходим там, в Соединенных Штатах работаем, в общем. И, как бы, все нормально, у нас нет кризисов, мы научим, как бы, естественно, им, как бы, вполне себе верить, по идее, можно. То есть, другое дело, что есть масса, как бы, экономических вопросов, которые, собственно, и делают эту IT-индустрию, начиная от налоговых льгот и заканчивая тем, что они занимаются, по сути, там, аутсорсом, рабочей силой. У нас средняя зарплата программиста по данным, там, DevBuy, 2000 долларов, а средняя зарплата программиста в США 5000 долларов, забыл, как сказать, называется, Glassdoor.com. Вот, и, то есть, можно у белорусского программиста, который сидит в Минске и получает 2, продается за 5, и это, если не выклевать. Потому что можно, там, знающие люди знают, что можно взять программиста Джуна, который, как бы, начинающий, но продать его услуги как программиста опытного, это значительно дороже. Это уже вилка не между 2 и 5 тысячами, а там между 500 максимум и 7 тысячами, например. Все, вот, ну, в общем, на этом я, пожалуй, закончу, я только хочу сказать, что, возможно, мы скоро будем наблюдать эрозию социальной модели, потому что идеологически она уже произошла. Спасибо.